37 пострадавших от отравления грибами по всей республике. Неутешительная статистика с начала открытия сезона тихой охоты. На долю Брещины приходится три случая, когда сбор и употребление даров леса довели до больничной койки. Произошло это потому, что горе-грибники не затруднили себя вопросами безопасного выбора и последующего приготовления грибов. Основные такие правила. Мы должны собирать грибы только тех, которые мы уверены. Если мы сомневаемся в каком-то определенном виде грибов, значит мы должны выбросить их с своего лукошка и даже не нести их домой. Следующий момент это своевременное приготовление грибов. Грибы не должны находиться без термической обработки более 8 часов. Если мы не успеваем с вами их термически обработать, значит также мы их выбрасываем. Грибы не подлежат заморозке без термической обработки. Нет методик заморозки грибов сырых. Эти простые, на первый взгляд, правила применяются ко всем грибам без исключения. А соблюдение технологии правильной термической обработки убережет от негативных последствий. Термически правильная обработка это обильное промывание в нескольких водах до чистых вод. Это измельчение грибов. Дальше это отваривание грибов. Различные методики. Либо однократно длительно до часа, либо трехкратно по 15 минут каждый раз со сливом этой воды. Дальше они подлежат дальнейшему термическому обработку, будь то суп или жарка этих грибов или заморозка. Только такая методика может позволить нам с вами не отравиться ими. Есть еще один важный момент, на который хочется обратить особое внимание. Одним из свойств грибов является накопление радиации. Например, многими любимый масленок особенно показателен в этом смысле. На рынке обязательно проводится радиометрический контроль всех грибов, что продаются. Превышений пока что не было в этом году, но за прошлый год, естественно, были превышения. Это из 426 проб, 16 были с превышением радиации. Поэтому приобретать грибы следует только в местах санкционированной торговли, требуя у продавца документы, гарантирующие безопасность продукта. А самостоятельно собранные в лесу грибы можно проверить в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы за символическую плату.